Здравствуйте, есть антисептик? Да, есть. Можно, пожалуйста, баночку? Спасибо. На сегодняшний день вместе с защитными масками антисептик считается самым ходовым товаром. Раскупают мгновенно, но нам повезло, и мы смогли приобрести заветную баночку. Содержимое таких растворов отличается не только по консистенции, но и по составу. Одни дезинфекторы могут вызвать аллергию, а от других даже не будет никакого эффекта. Когда выбираете в аптеке или медтехнике кожный антисептик, обратите внимание, пожалуйста, на то, на какие инфекционные агенты этот антисептик влияет. Очень важно, чтобы это были не только бактерии, но и вирусы. Антисептик, содержащий 70% спирта, убивает бактерии. А чтобы избавиться от вирусных инфекций, в санитайзере должно быть не менее 90% этанола. От вирусов гепатита А, В, С, от бактерий туберкулеза, патогенных грибов, ВИЧ-инфекции, птичьего и свиного гриппа. Инфекция легко попадает в организм через слизистую оболочку. Глаза, рот, нос. 23 раза в час человек в среднем прикасается к лицу. А возможность мыть руки регулярно есть не у каждого. Да и антисептика в аптеке может не оказаться. Но выход есть. Можно приготовить его дома самостоятельно. Ну что же, все необходимые ингредиенты у нас есть. Это 96% спирт, 3% перекись водорода и глицерин. Если возникли трудности с этанолом, заменяем вещество промышленным спиртом. Последний, но не менее важный ингредиент – охлажденная кипяченая вода. Аналог дистиллированной. Ну что, начнем приготовление. На такую посуду будет достаточно 50 граммов спирта. Дальше добавляем перекись водорода. Кстати, в быту она тоже незаменима. В сочетании со стиральным порошком хорошо удаляет трудно выводимые пятна. А еще она отлично справляется с плесенью и звездковым налетом. Теперь нам нужен глицерин. Примерно 10 граммов – это как раз одна столовая ложка. Его используют в качестве увлажнителя кожи рук. Дело остается за малым. Добавить воды, несколько капель эфирного масла для приятного аромата – и готово. На все у нас ушло примерно 5 минут. Вещь нужна, пригодится всегда. Но не стоит забывать о том, что самая лучшая защита от инфекции – это регулярное мытье рук с мылом. Наталья Жатько, Алексей Староженко. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин